так вот для подготовки зерна для посадки на пеньки вот мы приготовили овес пока мы делали подготовку закипела можно сказать вода и вот это мы сейчас отправляем кипяток я объяснял для чего производить отвагу варить зерно для того чтобы у вас под пеньком не выросла целая плантация в данном случае овса ошпариваем просто ее водой нужно хорошо ошпарить в кипятке чтобы остановить рост для того чтобы убить убить такое слово нехорошее остановить до прекратить рост зерна под пеньком вот мы его всыпали в кипяток сейчас буквально пару минут она закипит а пока это будет происходить сейчас подготовим место для того чтобы сделать еще одну манипуляцию здесь у нас круги зерна Зерно. Зерно. С шеемешок. А ты принеси тут в розы. Зерно. Зерно. Занимай, занимай. О, глубокая. Я думаю, это будет красиво. Ракурс. Да? Да, предупреждайте. Ракурс всегда одинаковый. Так, ну и дальше. Два притрамбову ножками. Ну, ножками. Так, наступно. Занект. Так, значит тут будет один, и тут еще один будет, да? Не махай камеру. Ты махай. Тримай эстетично. Камера не кодил. Просто тримаешь. Что ты хочешь снять перспективу? Легко, сеньку и переводишь. Ой, какая красота. Покажи нашу. Ну, 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 ну. Не дергай. Ёлочка красивая. У нас живоплит. Ага, ты хочешь ёлку показать. Так. Живоплит. Красота. Так. И обратно. Судя. Всё. И не трясай камеру. Добрый рук. Показательно. Вот. Это дурк. Можно сказать, женское дело. Вот. И для чистоты проекта, вот здесь К17, здесь П80, и здесь мы сделаем ряд, здесь будет королевская вешенка. Вот. КВ. Королевская вешенка. Ну, по отзывам пользователей, которые брали от мицелий, значит, по описанию грибов, которые вы достали на пеньках, я точно понял, что это было КВ. То есть делаем то же самое. Специально взяли в тех же самых условиях, в том же самом месте, в тех же самых климатических условиях, в тот же самый день. Всё то же самое. Делаем посадку королевской вешенки. И для сравнения на тех же самых пеньках, с того же самого бревна, мы посмотрим на результаты. Что нам даст посев королевской вешенки на пеньки под ёлочками. Что вы скажете? Будем ждать урожая. Будем ждать урожая. Больших. И толстых урожая. Ну, мне сильно. Мы продолжаем снимать чистые у нас тут эксперименты, чисто по посадке. Значит, К-17 первый ряд. П-82 второй ряд. Значит, вот здесь троечка пошла. Это КВ. Мы отвели такое специальное место под ёлочкой. Будем надеяться, что она будет у нас пахнуть ёлочкой, как лисички. И зерно давай. Вот. Зерно. Зерно у нас здесь. И, а вот здесь передний ряд, это у нас М-21-81, бельгийский штамп. Вот. Снимаем. Вот. Наглядно. На камеру. На камеру М-21. Делаем засев. Закладываем пенёчек. Вот. Ну, один из двух. Пенёк давай. И, да, беру пенёк и камеру вешаю на сучок. На сучок. Если у вас происходит чистка сада и у вас вообще нету пенька, нету бревна и всего остального, а осталась вот такая вот какие-то обрезки, там вот зачистки веток и всего остального, то можно сделать вот такую пирамиду. Мягко говоря, грубо выражаясь. Вот так. И ещё вот такой вот коряжка тут. Эй, не пойдёт? Пойдёт, пойдёт. И куда? Мы влезаем. Ну, вот так вот. Значит не влезла. Не влезла, значит не влезла. Вот такую вот делаем экибану. Бонсай. Видно. И вот это всё закапываем. И в общем и целом, фактически на сегодня работы закончены. Значит, ещё раз повторяемся, что у нас тут посажено. К-17, первый ряд. П-80, второй ряд. М-21, 81, бельгийский, морозоустойчивый, зимний, третий ряд. Вот так перспективно смотрим. Вот. Вот. Прекрасная женщина работает. Одно удовольствие смотреть. Вот. И здесь три у нас королевской вешенки. Под ёлочку мы специально поместили. Потому что есть надежда, она будет у нас пахнуть лисичками. Растёт там ёлочка, значит будет пахнуть лисичками. Вот. И тут у нас осталось уже ещё. Садим пыльки. Пыльки? Да. И шелфер. А, вырастут. Да. Шелфер дыр, так. Так. Всё. А? Какие ничего снимаются? Вот, обратите внимание, самую большую ошибку, которую делают грибоводы при посадке. Вот, посмотрите. Порвали пакет, да? А теперь посмотрите и обратите внимание на перчатки. Ясно. Мы это работаем с землёй. Всё грязное. И потом, после того, когда выкладывают мицелий в ямку, начинают шмулить вот этими ещё перчатками грязными, перебирать, можно сказать, каждые зёрны. Вот этого делать не надо. Надо, ну, допустим, как есть уже есть, вот разобрали вот это всё дело и делаем внесение мицелия. Вот видите, формально чисто на глаз. Ох, грамм триста. Ну, вот где-то так. Ну, где-то. Вот так вот. И вот так вот. Отлично. Всё? Так. Можно, может, хватает? Хватает. А вот этот кулёчек мы себе отставим в сторону. До остальных движений. Да. И сейчас, после этого, лёгким движением руки. Давай я лёгким движением руки. Да, уже. Займлю, займлю, завертай. Оп. О, всё сделано абсолютно технически правильно. Можно сесть. Сесть, кстати, вот для... Вот, всем весом. Вот. Уплотняем. Уплотняем. Вот это всё дело. Да. Вот таким вот образом. Так. Пенёчки у нас свежие. Теперь. Пару дней назад. Так что ничего. Так, делаем ещё раз. Повторяем. Вот это всё. Так вот. О. Отлично. Мицели им так ничего не касались, ничего не заражали. Вот. Так. Уплотняем. Нужно, чтобы мицели уплотнел. Так. И теперь вот такое. Давай. О. И смотри. Чё творим? Чё творим? Вот. Чтобы земля не касалась вот этого мицелия. Ну, это было бы вообще отлично. Ну, это будет предустаточно всё. Вот. И землю из Лути просто заворачиваем вот это всё дело. Вот таким вот образом. Сначала обрастет Вот это зерно, что мы На низ положили Первый урожай, скорее всего, получается Из того мицелия, который заложен под пенек Они обычно начинают Рядышком с бревном расти Из земли, но это еще урожай Не из древесины Из древесины он появится где-то через пол А тут какие штаммы будут? Будут по 8 Вот В одном месте При одних и тех же условиях Мы делаем посадку Разных штаммов Будет показательно Да Если мы посадим в другом месте Тупенамбур Земляная уруша Классно Ну, а здесь вообще ничего нету Найденный случайный топенамбур Тоже пойдет Вот смотрите, как занимательно Это все дело происходит Если диаметра не хватает большого То можно поставить вот так вот Два вместе Очень важный момент Чтобы вы знали Мицелий Сам по себе Он древесину Вот в штамп Он не врастает Он врастает Именно вот эту Рыхлую клетчатку Которая находится Между древесиной И Корой Вот здесь Его любимое место Если вы ходите за грибами То вы хорошо знаете Вот лежит Какое-то Бревно Копнул его ногой Когда карась летает И под ней Видно хороший Красивый рисунок Белого мицелия Который растет под крой Вот именно в этом месте И будет распределяться Сами цели Здесь он врастает В первую очередь Поэтому Если вы планируете Посадку Засверливанием То засверливать Нет смысла Его по центру Бить здесь дырку Лучше ее сделать По периметру Вот в этом месте И здесь смотри Как видно Хорошо Вот береза Наступила весна Пошел сок Да Она вот здесь мокрая Тут чуть вот подсохла Хорошо видно Как идет Жидкость Вода Относительно того Каким боком Ее садить То есть в сторону Сокутека Против сокутека Ну мне кажется Ну это Бред полнейший Абсолютно там Мицелия по барабану В какую сторону Сок там будет Направляться Вверх или вниз Дело все в том Что он будет прорастать Вот в этом месте Вот этой Рыхлой клетчатки Здесь он будет Распространяться И осваивать Вот эту древесину Ну и Вот такое Вот здесь мы посадили Два пенечка вместе А в дальнейшем Там есть еще Маленькие можно Да Тонкие ветки Там скорее всего По 4-5 штук Будем садить Одновременно Два пенечка И думай что он Все равно Высна Да волокий Да любый Вот это О Классно Давай зерно Алло Так Зерно Так Так. Так, снимай, снимай, тут, о, там бока, ну я думаю тут у нас будет красиво, ракурс. Ракурс завжди одинаковый, так, лови, дальше, два притрамбови ножками, ну, ножками, ну, так, наступно. Не махай камеру, тримай статично, камера не кадил, просто тримаєш. Якщо ти хочеш зняти перспективу, в герасеньку її переводиш. Ой, яка красота. Покажи нашу. Ну-ну-ну-ну, не дергай. Ёлочка красива У нас живоплід. Ага, ты хочешь ёлку показать. Так. Живоплит. Красота. И обратно судебно. Всё. И не трясай камерой. Показательно. Можно сказать, женская идея.